Добрейшее утро, друзья, я приветствую вас на нашем канале. Короче, это уже третье видео, наверное, по изготовлению нашего гаража. У нас всё идёт по планам, всё идёт классно. Сейчас вы будете видеть эти кадры, как это всё дело происходит. Сегодня мы работаем с дочей, потому что сын у нас уехал на соревнования. Ну, это я уже говорил в прошлой серии, поэтому с Илинкой будем работать. И, короче, теперь Денисовна будет у меня в кадре. В последнем видео были комментарии про то, что, во-первых, я рукожоп, всё криво и косо. С этим даже спорить не буду. Это гараж. И, как говорил великий Бурунов, Ничего и никого не бойся. Делай то, что должен. Не ссы. Вот как будет, так и будет. Вот как будет получаться, значит, оно и правильно. Всё. Точнее, руководствуясь его фразой, мы, в общем, считаем, что всё у нас получится. Одноэтажный гараж, залит очень хорошо фундамент, 35 метров длиной, всё будет здорово. Сетку кладу каждые четыре ряда. Вот поэтому сегодня, кстати, мы работаем сначала с клеем. Как плохие комментарии были, да, про то, что там кровь из глаз идёт у людей. Это нормально. На самом деле, ну, потому что кладка такая. Действительно так. Действительно криво. Я согласен. Так и хорошие комментарии были о том, что, дружище, так возьми просто тёрку. И тебе не нужно будет чередовать пеноклей и пеноклей. И я вспомнил, что когда я строил наш дом, мне для того, чтобы пройти было 52 метра стены, мне нужно около, там, 5-7 минут было, на самом деле. Тёрку я изобретал вот такого плана. У неё, к сожалению, выпало одно звено, но оно нисколько не мешает тому, чтобы так же затираться. Тёрка обалденная. О ней вы ещё увидите сегодня в серии, я буду ей пользоваться. В общем, пройти, например, 5 метров стены нужно 10-15 секунд. Действительно. То есть просто такими большими движениями ходовыми. Вот эта тёрка, она прошла со мной весь дом. Вон как стёрлись они сильно. Где-то я вставлял уже арматуринки, чтобы это не выпадывало. Короче, всё нормально, работает. И какое я принял решение? Первое экономическое соображение. Скажу вам, что использовать клей-пену намного выгоднее. Прям намного выгоднее. И второе, намного быстрее идёт кладка. И третье, намного чище идёт кладка. Ну и четвёртое, про мосты холода тоже стоит указать. Хотя, наверное, мосты холода, ну, при моей кладке, они не актуальны. Потому что у меня где-то есть слои по 2 см, а где-то их вообще нет. Так что, ну, если вы кладёте дом, то на хороший, геометрический, правильный пеноблок можно класть смело на клей-пену. Клей-пену я использую цемент-суперблок силфикс. Это в городе Реутов делают, ребята, строй-система. Вот. Я у них беру. Уже вот сейчас у нас, получается, седьмой ряд идём. Седьмого ряда у нас только три ряда было на пене пока. И у меня ушло, короче, ну, вот, из пачки последний баллон. Если говорить о клее для ячеистого бетона, то на один ряд у меня уходит где-то около 11 мешков. При том, что цена одного мешка равна цене одного баллона, в три раза экономия, ну, судя по венцам, в три раза, если не в четыре, экономия на баллонах. Но тут надо учитывать геометрию блока. Если геометрия хорошая, блока, то есть, тратится меньше. Потому что я, например, заполняю где-то вот по горизонтали они хорошо идут, но по вертикали порой бывает состыковываешь, а там заливали, когда пеноблок сверху, там какие-то ворсинки. То есть, я их состыковал, а там расстояние между ними по сантиметру. И я тоже заполняю пеной, соответственно, расход больше. Так, ну всё, давайте, пока я вам тут рассказывал, уже сложил половину, наверное, гаража. Получается. С дочей работаем, всё у нас получается хорошо, скоро сын приедет, продолжим с ним и будем класть дальше на клей-пену. Клей-пена мне понравилась. Короче, музыка играет, смотрим всё как обычно, всё стандартно. Поехали! Да, и момент. Вот раньше я клал на цементно-песчаную смесь, и усадка идёт неприятная, долгая, неинтересная. Короче, я посчитал, что лучше я побольше истрачу клея для ячеистого бетона, или можно даже использовать клей для керамогранита, если у вас клей для ячеистого бетона отсутствует в магазинах. На самом деле, вот я пробовал, когда дом складывал, я пробовал и то, и то, но сказал бы, что это почти одно и то же. Да, я бы сказал даже, это одно и то же, реально. Поэтому вообще не волнуйтесь. Вот как будет получаться, значит, оно и правильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё отвлеку на секундочку, друзья, хочу сказать по клею. В общем, на простой клей для пеноблока, для ячеистого бетона, у нас удалось уложить где-то 13 блоков. Всё зависит от того, какие щели, какие пазы, то есть сколько заполнять. Ну, 13 блоков мы без проблем уложили на целый тазик раствора. А на клей пену у меня удалось вложить 27 блоков, что является почти целым кубом пенобетона. Ну, тоже, опять же, важно, какой шов и как вы накладываете. То есть, например, я заметил, что когда дочь начала пенить, у неё шов был больше, ну, так как нет опыта, где-то отлетала пена, получала чуть меньше. Когда ты кладёшь правильно, то есть уже набитой рукой, соответственно, больше. Тут тоже важные моменты. Но в любом случае, я хочу сказать, что экономия на клей пене точно есть. Это уже проверено, это уже 100%, поэтому, друзья, возьмите на заметку. И даже вот на этом сером блоке, который, казалось бы, качество такого себе, если прошлифовывать слой, то всё получается очень даже хорошо. Вот, едем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, вот хочу ответ дать тут одному комментатору, который просто, ну, короче, плохому комментатору, вот, который написал мне, говорит, Алютех, Алютех, гаражные ворота не пакует вот в такую штуку, это у тебя Дархана, я балабол. Так вот, уважаемый, Алютех, прочитал? Прочитал, секционные ворота 3,5-2,5, а это секционные ворота 4 метра на 2,5, надо оставить этикетку. А здесь у неё лежит поворотник от этих ворот, просто мы накрыли тряпкой. А тут лежит, кстати, даже не знаю, что там лежит, но давай тебе тоже, уважаемый комментатор, покажу, что там написано Алютех. Вон, видишь? А вот здесь, вон, видишь? Уважаемый комментатор, долбанный комментатор, а вот иногда просто, вот знаете, вот до бесячести, когда сидит какой-нибудь диванный эксперт на своём диванчике и комментирует. Извините, пожалуйста, что я вот ругаюсь, но просто, просто, бывают же люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот раньше, знаете, что замечал, а кончики даже приезжали ко мне, и вот у них баллон остаётся, с пеной не законченный, они его скручивают, промывают пистолет и так далее. Я говорю, зачем вы это делаете? Они говорят, ну как же, пистолет же захряснет. Короче, есть лайфхак, супер-секрет, очень простой, друзья. Этот пистолет, на самом деле, может до трёх месяцев спокойно лежать с пеной, вот реально ничего с него не будет. Важно только одно, закрутите вот эту вот штуку, прям закрутите, крепко-крепко, сильно-сильно. И всё, и он может лежать у вас совершенно без проблем, и никогда он не засохнет внутри. Я реально пену, вот даже когда на баллоне уже ничего не осталось, там немножко пены, я всегда оставляю на пистолете. И вот этот пистолет у меня уже года четыре, наверное. На нём всегда есть пена, всегда баллон, ничего страшного. Поэтому главное вот эту штуку закрутить после работы, каждый раз. Вот. Ну, я думаю, вы это сами знали, но думаю, полезно будет для тех, кто не знал. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Раз уж день лайфхаков, ещё один момент. Однажды на пасеке мы с пацанами после утепления амшанника такой баллон, ну нет конкретно другой, кинули в костёр, не знаю зачем. Рвануло так, что просто кошмар. Поэтому теперь каждый раз после того, как баллон у меня заканчивается, я его всегда пробиваю. И тогда вы не волнуетесь, что ваша жена забросит это в бак. Ну, у нас просто есть бак для мелких вещей, для сжигания. Вот. Вы можете просто за это не волноваться. Всё, включаем музычку, едем работать дальше. Кстати, вообще просто пушечная колонка, я от неё получаю максимальное удовольствие. Нажал на кнопку, она включилась, сразу же подпитался телефон. Если вам надо телефон зарядить, то вы можете в USB-шку воткнуть, либо в USB-шку Type-C-шку. Вот она. И всё, у вас и телефон заряжается, и музыка играет, ваша любимая. А, батарейка вообще не садится, кстати. Расскажу вам очень быстро, в общем, как я придумал монтировать самым оптимальным быстрым способом пеноблоки. То есть прошлифовывайте, это понятное дело, надо прошлифовать хорошо блок, чтобы всё было ровненько, чтобы нигде он не перепадывал, потому что пена, она там 0-0 повдоль микрона всего лишь, и ей вот такого нельзя. Теперь мы наносим две полоски. Если вы хотите монтировать пеноблок с начала улицы, то тогда вам нужно будет сделать завершающую стадию, то есть завершающую полоску. Что делаю я? Вот эту перемычку обязательно пеню, раз. Потом вот эту перемычку тоже пеню, два. На всякий пожарный. Теперь пеню две вертикальных. Раз и два. Вот, всё. Теперь пеню горизонталку. Вообще, по идее, пенный шов должен быть 4 сантиметра, но, как показывает практика, вот такого вот объёма за глаза. Главное, пистолет нажимать ровненько, чтобы у вас не произошло само брызгивание, самоизвержение. Вот так. Теперь, смотрите, дальше самое интересное. Стойте тут, я ещё принесу блок. Несу, несу блок. Блок несу. Теперь я его ставлю. Ставлю его за 65 сантиметров от места падения. Равняю его здесь по стене максимально. Желательно даже прям по шнурочке. Вот у нас шнурочка. Вон блок. Всё, сравняли, да? Теперь я его обнимаю нежно. Смотрите, самое интересное. Мы его кладём, подводя к той стенке. Вот в этот момент главное не уронить, потому что тогда у вас пеной забрызгает. Аккуратненько положили. Положили. Смотрим. Здесь по шнурке. По шнурке. Тут чуть-чуть. Всё. Ровно. Нормально. Всё. Всё. Чем мы можем вам похвастаться? Видите уровень? Всё. Это уже седьмой ряд блока. То есть мы с сыном сейчас проложили весь ряд. И если даже посмотреть вот так по линии, то видно, что погрешности очень даже небольшие. И я без проблем их потом срежу аккуратненько, и у нас будет всё максимально ровно. Опять же, в защиту своей колхозной кладки хочу сказать вот что, друзья. Последний венец, итоговый, армопояс, мы будем уже выбивать по доске. И объясните мне, пожалуйста, как это может повлиять неровная кладка на одноэтажном сооружении, если в конце мы это всё армопоясом свинчаем, выровняем, и будет всё ровненько. Мне кажется, что только эстетика. То есть только вот то, что некрасивые шовчики или что-то ещё. Для тех, кому важно утепление, они утепляют. Например, если взять наш дом, то он положен точно таким же путём. Порой швы даже были намного больше. Но 10-сантиметровое утепление минеральной ватой и 40-сантиметровая стена пеноблока дала о себе знать. Мы тратим в месяц, зимой, в самые лютые морозы, не больше 5500-6000 рублей. А теперь вспомните, сколько у вас по квитанции выходит за вашу квартиру. Ну и напомню, размеры домика. Вот наша избушка. Сейчас в кадр попала вся примерно. И у неё ещё подземный этаж для тех, кто на канале недавно. То есть три этажа, 320 квадратов. 6000 рублей в самый холодный месяц. Вот и считайте. Так, друзья, в общем, в следующем видосе с вами увидимся. Так, сын, давай вместе прощаться уже с нашей аудиторией. Друзья, всё, увидимся с вами в следующем выпуске. Будет интересно. Всё, пока. 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 Пока.